Субтитры делал DimaTorzok Пожалуйста, я хочу устроиться плайтестером Так, так, так Так, я буду сюда Здравствуйте Я плайтестер Блин, я так долго этого ждал Я так хочу к вам устроиться Как в Gain's Workshop Пожалуйста, я очень волнуюсь Можно, пожалуйста, протестировать ваши кодексы? Я ведь так их люблю Пожалуйста Пожалуйста Спасибо, мы вам перезвоним Нет, вы даже не знаете мой номер Как вы вообще смеете? Нет А что если все ваши кодексы Это всего лишь фанфики от плейтестеров? Не может быть Давайте Отдел Так что Заваливайте чаечек Подготовьте что-нибудь вкусное Мы начинаем Чем же нужен вообще такой отдел Как ольти ашуранс? или что это вообще такое. Давайте начнем издалека, а потом уже притронемся к нашему прекрасному десертику, который я как раз-таки заготовил под конец этого ролика, и мы, конечно же, об этом еще поговорим. Quality Assurance, он же отдел по работе с качеством, или просто отдел качества, как вы все понимаете, это неотъемлемый ресурс, который необходим каждой игровой компании или вообще тем, кто намерен протестировать свою продукцию перед тем, как выпустить ее на массовый рынок, чтобы мы с вами потребителя захавали просто вот этот продукт. Что в игровой индустрии, он применяется, естественно, очень часто, что и в настольном сегменте тоже это имеет место быть. Начнем издалека. Для чего вообще нужен этот отдел? Логичным образом, чтобы, конечно же, прикоснуться с самым ранним билдом, выявить в них необходимые ошибки, устранить это все, потыкать каждого, чтобы он сделал свою работу правильно, конечно же, указать верный путь, скоординировать общую команду и решить все ошибки как можно эффективнее, чтобы мы, конечный потребитель, не застал вообще практически ничего. Но, конечно же, система не идеальна, и мы время от времени видим в тех же самых компьютерных играх и в тех же самых настольных играх куча багов, которые нужно, естественно, как можно чаще фиксить. Ну, опять же, фак на фак, это знаменитый мем каждого, кто сталкивался вообще с настольным Вархаммером. В игровой индустрии сейчас принято ругать очень часто киберпанк, что это ошибка, но, блин, на удивление, кстати, я вот когда проходил первые два раза киберпанк, я не натолкнулся ни на один баг, то есть я вообще не славил багов. Я не знаю, я кто-то Иисус или еще там кто-то, но я прошел киберпанк вообще с максимальным кайфом и погружением в происходящее. Но с настольными играми дела обстоят намного сложнее, чем с компьютерными играми. Если в игровой индустрии очень легко на самом деле скоординировать один отдел, дать им наводки, что вот у вас здесь вообще уровень сломан, а здесь персонажи вообще не взаимодействуют с игроком, то вы просто можете накатать репорт, спокойненько отправить его в соответствующий отдел, поковырять вот этих чуваков, чтобы они побыстрее справились с работой и вуаля, проблема решена. В случае с такой знаменитой, конечно же, компанией, как Gains Workshop, или как мы иногда называем сейчас по понятным причинам Gains Workshop, все обстоит немножечко сложнее, чем мы могли себе представить. Но благодаря такому замечательному каналу, как Auspex Tactics, мы наконец-таки прикоснулись вот чуть-чуть к этой внутренней кухне ГВшников, и вот их как раз-таки отделов QA, Quality Assurance, тому же самому. И, к сожалению, тут все очень прискорбно, потому что практически, начиная с 8-й, уже заканчивая 9-й редакцией, 10-я редакция на момент съемки этого видео все еще не наступило, но бывает, что сказать. Вот. К сожалению, Quality Assurance, как по факту, у компании Gains Workshop не было все это время. И поэтому мы с вами получаем знаменитые небы, факт на факт, конечно же, нерешенные проблемы кодексов, как этим играть вообще. И мы задаем, конечно же, очень много вопросов по этому поводу, как это все должно работать и функционировать. Чтобы начать издалека, я должен немножечко нагрузить ваш мозг и погрузить вас в общую картину, что сейчас, конечно же, происходит. Ведь те же самые PlayTester спокойненько давали интервью различным Vaha-блогерам и в основном делились своими впечатлениями и немножечко нам, конечно же, рассказывали про внутреннюю кухню компании Gains Workshop, что что там происходит, как с ними обращались. Но давайте обо всем по порядку. Ну что ж, я начну с того момента, что, конечно же, наша дорогая, любимая компания, здесь, кстати, вы написали, не, вы не написали, не подождите, блин, я, конечно же, отвлекаюсь на эти чипсы. Да вот, здесь вот написано Gains Workshop. О, замечательно. Наша компания Gains Workshop присвоила себе статус IPO. Что же это для нас с вами означает? На самом деле, для обычного, типичного обывателя или же потребителя это практически ничего не значит. Но компания Gains Workshop захотела высоких амбиций, взвалить на себя высокие амбиции на их прекрасные плечи и, конечно же, выйти на рынок ценных бумаг. Да, сейчас я предупреждаю, будет немножечко скучно, но без этого никуда не деться. От этого никуда не деться, простите. Вот. Что же такое IPO? Что же это дает компания Gains Workshop? По факту, компания Gains Workshop, начиная уже активно с 8-й редакции, взвалила на себя этот статус и что позволяет их выйти на биржу, ту же самую биржу, то есть на рынок ценных бумаг. То есть, по факту, продавать свои акции в два раза активнее. Вот. Оттуда же, конечно же, у нее появляются дополнительные инвестиции, то есть у нее появляются инвесторы, то есть у нее появляются те же самые акционеры, которые могут скупать их акции, конечно же, повышая, повышая при этом, влияя на выручку компании, конечно же. Вот. И мне кажется, когда вот ты выходишь на IPO, ты как бы уже взваливаешь на себя такой вот статус мировой компании, которая как бы следит за качеством. А все мы знаем, что у компании GameStop Shop на западном мире довольно-таки много магазинов, которые она тоже должна обслуживать, как бы платить людям зарплату и так далее. Все мы все прекрасно понимаем. Все, кто были, например, EP-шни, те, кто смотрит мой канал и являются EP-шниками, те, кто как бы работает в обществе с ограниченной ответственностью, все прекрасно понимают и так. Вот. Что же это дается нас с вами? Вот. EGV звонила все на себя, но о таком прекрасном отделе, как Wallet и Ashurons, ну это вообще какая-то мелочь. Зачем заморачиваться? И так все живут эти правила, черт побери. А оно не позаботило. И вместо того, чтобы нанять в штат нормальных мать его сотрудников, она по факту брала волонтеров, которые заключали некие контракты, по факту Филькина грамотах. Вот. Но у нас в России бы это называлось и ГПХ. По факту подписали вместе с ГПХ. Вот. Не принимали их, конечно же, в штат, они официально не являлись сотрудниками, эти самые плей-тестеры, те же самые волонтеры. И какие же привилегии им давались? Это очень важный момент, конечно. Им естественно давался ранний доступ к этим прекрасным книжкам, потому что, как мы уже теперь знаем, в компании Games Workshop есть отдельный департмент, тот же самый отдел, который как раз таки пишет эти замечательные правила, все вот эти обговаривают эти все замечательные рульники, что мы здесь понапишем и какие профили мы составим и так далее. То есть за это отвечает отдельный отдел, как бы это не звучало. А наши дорогие плей-тестеры, они же quality assurance, они должны быть по факту quality assurance, которого ГВ сейчас практически, как я понимаю, нет, его не существует просто, потому что людей не нанимали на эту должность, а просто набирали волонтеров по ГПХ. Но из этого вытекает самое страшное, что нам сказали вот вы эти самые волонтеры, которых сократили, конечно же, от них недавно избавились, но к этому мы сейчас вернемся. Вот, произошло страшное. Они этих волонтеров замечательных иногда, но подчеркиваю, не всегда допускали к написанию вот этих прекрасных кодексов, понимаете? То есть они, блядь, подпускали каких-то левых людей, которые вообще ни в штате не оформлены, то есть они вообще не имеют никакого там влияния, и они не то, чтобы советовались как бы с ними, не то, что эти волонтеры как бы писали какие-то репорты, то есть вот у вас это не работает, расписали репорты и отправили как бы вот этот отдел, который по написанию вот этих кодексов. Нет, они как бы спокойно в чахту пускали как бы иногда, и они принимали участие в написании этих же самых правил. Из этого вытекает небольшой, неприятный, ну как небольшой, неприятный момент, что большинство, ну как, не большинство, а некоторое счастье, вот почему, вот популярный вопрос, почему, например, я вот открываю свой кодекс, вот например, половина, половина всего того, что контента в нем присутствует, вот например, на примере, вот я куплю себе кодекс глади и смерти 9 дак, да, в чем половина контента автоматически не работает, потому что скорее всего при некоторых обстоятельствах был допущен волонтер, который как бы себя накатал там что-то, это конечно же никто не проверил, ну и так сойдет, насрать вообще, да, и при плейтестах в его голове, я понимаю, это про, эта идея прокручивалась, ну, как бы, позитивном ключе, то есть все было зашибись, но не тут-то было, и вот, как мы сейчас имеем, имеем то, что имеем, как говорится, тяп-ляпа, готово, вот, кодекс, кодекс ксм, блять, восьмой редакции, знаменитая тоже книжечка, версия 2.0, конечно, уже неактуально, понятное дело, сейчас вот новый кодекс уже вышел, девятая редакция, но эта книга тоже была по факту, я бы не сказал, что супер-мега-сильный, но большая часть, то есть 70% контента из этой книги вообще, блять, не работает, вот, только вот, были отдельные юниты, которые вот образовывали вот этот вот каркас, каркас самого кодекса, да, вот, и, к сожалению, это наводит нас на не очень позитивной мысли, что по факту такого отдела, полноценного отдела полиции Ашуренс, которому был бы у КВ прямо таким стальным, не знаю, стальным тираном, который, который вот тыкал бы пальцем, вот ты быстро поправил вот этот парагал, чтобы не выпускать факт на факт, да, мы все мы любим читать факты постоянно, которые на нас сбивают вот так потоки контента, да, мы это, мы это типа уже воспринимаем как должное, а на самом деле такого быть не должно, и, конечно же, из этого вытекают знаменитые немы, как факт на факт, когда они не перепроверили одно и то же мать его предложение дважды, и вот куча таких неприятных косяков, вот, ну, а почему бы как бы такой, бы я бы сказал, большой компании, можно уже с уверенностью сказать, что эта компания не маленькая, почему бы такой большой компании, как Геннифоршок, не позаботиться о том, чтобы составить нормальный, без этих волонтеров, пожалуйста, без волонтеров, просто отдел коллит и ашуранс, пускай там будет хотя бы четыре человека, пускай там будет четырех до шести человек, да, но эти, блин, эти титаны, эти титаны своего дела будут просто долбить, извините меня, пятую точку вот этих кодеков, чертовых, и просто сделать настолько балансными, настолько приятными в геймплее, что, ну, прям, но, вот так вот захочется сделать, и сказать им большое спасибо, ребята, за то, что вы протестировали мой кодекс так, что, прям, мне вот все из этого хочется брать, настолько шикарен, что, вот, открываю кодекс ХСМ восьмой редакции, блин, какой-то же был отполированный кодекс, вот прям приятно, ну, вот так вот делать, а, к сожалению, этого делать не приходится, и вот, конечно, я сейчас немножко почитал кодекс ХСМ девятой редакции, я даже немножко поиграл, да, у меня была партия, и я могу сказать, действительно, после, я не знаю, какие-нибудь тамархозы там произошли, но после тех историй, когда, они сократили большую часть этих волонтеров, просто их выкинули на мороз, по факту, извините, пожалуйста, вот, что-то начало действительно меняться в лучшую сторону, и я очень надеюсь, что ГВ все-таки позаботится о нас в дальнейшем, и не допустит больше таких лютых косяков, конечно, но это еще не единственная причина, почему этих волонтеров слили, просто их отправили в унитаз, да, по факту, но самая страшная причина, на самом деле, по которой Генис Воркшоп все-таки задумались над тем, чтобы сократить их всех чертовой матери, то есть вышли на мороз, это, конечно же, сливы кодекса заранее, то есть продукт, когда уже отправлен в печать, он согласован, он уже сейчас будет упаковываться в твердый переплет, да, хардкайвер, черт, наши достопочтенные плейтестеры, конечно, считают нужным поделиться великолепием, могуществом прямо кодекса вот этих вот замечательных книжек, да, вот, сейчас я вот в интернете, я, блин, все-таки люблю этот регион, черт, говорит, вот, они считают нужным заранее, конечно же, сливать всему миру, то есть, особенно блогерам, баха-блогерам, которые потом получают все быстрее всех, как бы, мы все, мы все, все знаем, вот, как это было, но самое, самое скандальное, что было, что получилось в итоге из-за этих доступащенов плейтестеров, это слив кодекса Тирании 9-й редакции, это был самый быстрый слив на Битом Западе, что же произошло, в итоге, когда наш дорогой отдел по написанию кодекса написал уже, и все было согласовано, и кодекс уже хотели отправить печать, конечно же, произошло чудо, и за две недели до предзаказа самой книжки, когда мы могли ее на полных правах просто подойти в магазин предзаказать, плейтестеры бац, и сливают все, просто, они взяли, просто отсканили его, все, отсканили нахрен, и все, как бы, полные правила уже есть, то есть, в хорошем скане, прикиньте, просто берут и за две недели рушат все, все планы компании, то же самое произошло с новым кодексом льда, просто взяли за неделю по факту все слили, то есть, сливы, эти прямые сливы, когда уже в прекрасном качестве у тебя есть PDF, она естественно обесценивает всю покупку нахрен кодекса, какой там смысл, если как бы интернет мощнее, чем ты, как бы, я надеюсь, что не только плейтестеры, конечно же, будут в дальнейшем сливать кодексы, и мы найдем какую-нибудь ладеечку и там, да, тоже хочется в это верить, но об этом чуть попозже, что же делают наши достопочтенные плейтестеры, после того, как их выставили всех, черт убери, на мороз, вот, и всех выгнали там, вот, как-то, если мне память не изменяет, то вроде 80% этих плейтестеров просто выкинули, расторгнув с ними все договоренности, все эти филипинограммы, короче, ГПХ-ки, вот, а что же они делают? Они делают свою финальную миссию, так сказать, final vendetta просто, чтобы ГВ прям, вынуждены было действовать. Они берут тупо и через блогеров уже начинают практически полностью, ну как, не полностью, а какими-то слухами, информацией подавать кодекс демона 9-й редакции. Демон, да, вы не ослышались, это вот те самые твари, которых я уже жду, сука, побыстрее, либо кодекс, конечно же, да у меня и так сейчас завалился, кодекс house night off, кодекс хсм, еще кодекс демона, да куда же столько контента, тут у меня скажете, я скажу, да, давайте еще сучки, я хочу, да, прям очень хочется демонов пощупать, вот, эти негодяи начали сливать полноценный кодекс демонов, и конечно же сейчас мы эти сливы с вами обсудим, это уже будет наша заключительная часть программы, назовем вот так, да, просто я тут перед камерой что-то рассказываю, но надеюсь, вам это интересно, потому что я тоже немножечко в этой сфере шарю, потому что образование у меня такое, нет, что же касаемо наших достопочтенных демонов, у них изменились общие все правила практически, первое самое очевидное, что нам показали, это новая разновидность ингуля, то есть это вроде ингуль, но не ингуль, как пишут там, естественно, вот, и у каждого бога этот новый тип ингуля, мы его для упрощения будем так называть, он будет работать по-разному, например, нам показали на примере дзинчита, то есть например, от стельбы все дзинчиниты будут иметь вот этот новый третий ингуль, то есть, ну, моё почтение от стрельбы, вы же понимаете, это же круто, потому что у нас в основном сейчас метод, ну, как бы, остается в стрельбу, так сказать, в ФТХ, окей, но когда у тебя третья мульта стрельбы, это ооо, но пятый мульта будет в ФТХ, пятый мульта будет в ФТХ, это неприятно, сука. Почему они сделали, вы меня спросите, а нахрена делать вот эту новую механику, заморачиваться, типа, верните старое, просто, типа, оставьте к этому, а я вам объясняю, почему это было сделано, потому что у ГВ сейчас в их вот этих прекрасных новых поколениях кодексов уже, вышло много довольно-таки кодексов, да, в поколении кодексов-то осталось совсем ничего просто, и оно вводит постоянно одни и те же правила, которые позволяют тупо ингуль игнорировать, то есть, будь это, будь это Хаммерхед, какие-то вот артефакты у Тирамин, например, там, у Ильдар тоже, короче, у всех новых кодексов, вышедших после ДГ, есть артефакты и способы постоянно игнорировать ингуль, вот. На самом деле, ГВ просто могли прописать, как бы, что это, типа, ингуль, но его не я, не таким образом, то есть, сделать переписку дополнительно. Все, то есть, зачем городить новых кодексов-механику для этого, я не понимаю, ну, честно, ребят, вот. И нам дали представление о том, что демоны, внимание, станут элитной армией. Опа! А вот это в корне все меняет. Потому что демоны, это всегда была ордовая армия. Они играли от большого количества моделей, будь это огромные вот эти всякие Грейган Клин, Китров Сикрет, Локров Ченч и так далее, да, вот. Но всегда была орда всяких лессор-демонов и прочих чуваков. Всегда было много. Теперь же, каждые лессор-демоны будут набираться максимум до 10, исключение из этого это демонетки. Демонетки будут набираться по 20. Вот. Что же это меняет? Это меняет много, на самом деле. Теперь нельзя, например, взять пачку 30 плагбиржов, теперь нужно взять отдельно 3 юника трубцы по 10. Мне, конечно, это очень непривычно будет, но это интересно. И вдруг говорят, что профиль у Nurgle Bistar, кстати, у него где-то коробочка даже валяется. Вот. Вот это прекрасно, Bistof Nurgle, да. У меня даже оригинальная талфа есть, она в стопе, это состояние. Капец. То, что вот Bistof Nurgle был вообще по профилю, как G-Dot, и можно будет взять 3 юни, мистер-расли. И нам сказали, что очень много правил, которые были у демонов из предыдущих редакций, они вернутся. То есть, ну, прикольно, прикольно же. Ну, реально у демонов была уникальная механика 5-й редакции, что ты прибываешь волнами, то есть ты распределяешь стуарную по волнам. И, конечно, да, там был некий элемент рандома, какая волна сейчас у тебя выходит на данный момент. Но мне, блин, нравилась эта механика, и вот эта механика взаимодействия ХСМ и демонов, что на икону у тебя могут падать лессор демоны. Это уже было круто, реально. ГВ, пожалуйста, в кодексе 9-й редакции демонов, верни вот что-то подобное. Чтобы у нас и ХСМ-ы как-то взаимодействовали с демонами, хотя бы с лессор демонами, окей, с нишами демонов. Вот. Пожалуйста, верни механику волн, что ты делишь свою армию на вот эти волны, короче, они у тебя постоянно выходят. Да, это будет, да, для игроков за демонов активных, это будет вообще, типа, не в кайф, возможно, да, я прекрасно вас понимаю. А, ну это будет хотя бы что-то, блин, возвращение к истоку, вот, что-то новое, типа, все новое, хорошо забуду, старое. Типа, что-то такое, пожалуйста. Я многого не прошу. И, конечно же, слили ту тему, что каждый раз, когда вы будете клепать вашу... Ну как, не клепать, вы будете помещать демонов в стрит-пласс, в резервы за команд-поинты, то это будет бесплатно. Окей. Типа, можно будет просто там очень много моделей, юнитов, запихивать всякие стратегические резервы, уходить в дипстраки, на дипстраки. Так, можно сказать, значит... Ну, в принципе, все на этом, ребятки. И, суки, особо, что, не имеет смысла рассматривать. Так, мы уже будем ждать полноценную жильнюю книгу, контента там будет много. Там еще, кстати, будет и в Шипе Дисайпл, и в Беллокор обязательно, вот, уже анонсировали. Много стратегий, много артефактов и много контента для каждого бога. Ух, плейтестеры, блин, конечно, вы разгли. Вы же как под конец им подлянку-то подставили. И, тем более, как раз-таки один из плейтестеров сделал даже шокальное фото Ангрона. На которые ГВ пришлось сразу реагировать. Блин. Я, кстати, был очень удивлен, когда вот слили это шокальное фото Ангрона, и потом ГВ такой... Просто берет и попадку показывает сразу Ангрон. То есть они реактивно на этого отреагировали. Я такой, вау, ни хрена себе. Это точно ГВ? Это точно оперативная работа? Вы меня прямо удивляете. Молодцы, ребятки. Вот. И, в принципе, на фото с демоном пришлось тоже сразу реагировать, показывать обложку. Вот, смотрите, мы про вас не забыли. И КВ точно будет когда-то там, но он будет. Спасибо большое, ребятки, что были со мной в это, возможно, непростое. Но, возможно, очень классное время. Обязательно наградите меня своим просмотром. Вот. Такие донаты и прочие штуки, конечно же, мне не нужны. Мне главное, чтобы были просмотры. Мне главное, чтобы вы поставили лайк этому видео. Можете спокойно влепливать без лайка. Это тоже активность. Спасибо большое. Вот. И делитесь своим мнением, что вы думаете обо всех этих плейтестерах, волонтерах. И как бы вы на самом деле организовали вот этот колледж и ашуренс ГВ? Как вы себе его представляете, ребята? Это очень интересный вопрос. И давайте мы про него порассуждаем в комментариях. Я буду вас ждать в комментах. И, надеюсь, мы с вами придем к какому-то общему знаменателю. То есть мы придем к согласию. Это самое главное. Все. Люблю вас. И до новых встреч. Играйте только покрашенными минками. Понятно, только покрашенными. Всего вам доброго.